Очень мало таких изделий. Одна из них у Айсена Сергеевича, другая была у Михаила Ефимовича. Я хочу познакомить вас с нашим президентом Академии наук Леонида Николаевича Владимирова. Он доктор биологических наук, профессор и член-корреспондент Российской Академии наук. Леонида Николаевич наверняка знает студента АГАТУ, потому что он всю свою жизнь, свою деятельность посвятил именно сельскохозяйственной науке. И очень интересным итогом научной работы стало скрещивание дикого животного и домашнего. Это обцан бурятской породы и обчебук дикий. То есть обчебуку. Дикий чебуку, который у нас находится в горных местах нашей Якутии. И получился у нас обчебук. Из этого обчебука сделали вот эту одежду. Она очень теплая. И вот сейчас, конечно же, дальше делаем проект, не убивая животного. Потому что наши Якутии обязательно так, чтобы получить какую-то одежду, нужно какую-то убить. Но тут, в этом случае, никого не убивая, можно получить вот такую теплую одежду. Тоже очень интересный научный проект. И сегодня у нас тоже выступающий, я хочу познакомить вас с Пудовым Алексеем Григорьевичем. Возможно, его знаете. У него тоже есть очень интересный канал в YouTube и Telegram-канал. Он очень хорошо увлекается тоже фотографированием. Очень интересный человек. Я тут хотела бы отметить такую очень важную, важный момент. Алексей Григорьевич, он по первой специальности физик. Но он кандидат философских наук. То есть, если вы свой талант, свое предназначение найдете не по той специальности, именно в которой вы сейчас учитесь, не обязательно идти по этому направлению. Можно в любом вашем таланте и свое предназначение. Алексей Григорьевич, довольно-таки известный философ нашей республики. И я даю ему слово. Спасибо, Надежда Павловна. Ну, я совсем коротко обрисую. Все-таки у нас тема связана с наукой. Ученый как карьера. Ученый как карьера. Вот если так широко посмотреть на историю эволюции человеческого сознания, то вот смотрите, буквально последние 300-400 лет это появление вот этого особого вида познания окружающего мира. Называется научное познание. У него есть свои свойства, качества. Это вот представьте, 300-400 это вот где-то 30-40 сантиметров вся длина эволюции. А эволюция человека, вот гомо сапиенс, появление человека, вот уже разумного гомо сапиенс, это примерно 40 тысяч лет. Это 40 метров. Вот какое мировоззрение было в существовании человечества, когда вот этих 40 метров, вот этих 40 метров эволюции сознания прошло. Там качество сознания было совершенно другое. Я просто хочу сказать, что вот если вы пойдете по стезе научной, то вы будете овладевать совершенно молодым специфичным способом познания окружающего мира. Он очень молодой, 300-400 лет для всей эволюции человечества, это вообще мизер. И у него есть очень жесткие ограничения. Они научно называются научная методология, методы. Вот надо свое сознание, вот это скажем так, сказочное сознание. Когда мы вот например какое-то явление не можем описать, сразу говорим, это инопланетяне виноваты. Это там какие-то черти там вмешались в нашу действительность. Вот когда суеверия какие-то у нас есть и так далее. Вот это как раз сказывается, вот это 40 тысяч лет эволюции человеческой. Это называется мифологическое сознание, когда все мы воспринимали через сказку простыми словами. А вот здесь жесткие рамки есть. Надо как раз отказаться от всех существований, всех духов, других существ, которые могут, сверхъестественных сказочных существ, которые могут повлиять на окружающий мир. И без учета этого попытаться объяснить мир, а кроме того не просто объяснить, а потом сделать аппликативные приложения, сделать какие-то технические приспособления. Вот как раз Евгений Сергеевич сегодня об этом рассказывал. Вот эти разработки наших консорциума, наших ученых Дальнего Востока. Вот поэтому вот если вы вступите на эту стезю, вот здесь надо будет вам четко понять, чем вы занимаетесь. Вот если это перевести на какие-то метафоры, то это можно обозначить так, что вы будете обладевать какими-то нотами. Этими нотами будут ваши научные понятия или такие феномены, как научный факт, гипотеза. А если вы что-то сочините, свою научную концепцию или даже замахнетесь на какую-то научную теорию, то это можно назвать в целом мелодией. Вы сочините свою мелодию. А если у вас появятся ученики, о чем сказал Сергей Вячеславович, если у вас появится вообще своя школа или направление, то получается вы соберете какой-то ансамбль, группу музыкальную и будете исполнять в каком-то музыкальном направлении какую-то тему определенную. А если станете вообще академиком, дирижером, то у вас появится вообще целый оркестр. Вот науку можно перевести как бы вот, чтобы вам образно представить. И вы, вот как раз у нас Академия наук Республики Саха-Якутия, у нас есть 44 академика, 44 академика, и вот у нас получается 44 дирижера, и каждый дирижер в определенной музыкальной группе. И они занимаются либо математикой, либо физикой, либо биологией, химией, ну и так далее, гуманитарными какими-то дисциплинами. Я вот здесь, так как я все-таки приобщен к философскому знанию, хотел бы сказать вот следующее. Вот слышали такое понятие дофамин? Это гормон, видимо, да, или фермент, который вырабатывается в нашем мозгу тогда, когда мы получаем от чего-то удовольствие. Удовольствие от чего можно получить в вашем молодом возрасте? От сна, вот сейчас некоторые сидят, спят, от еды, потому что кто-то сейчас не поел, а если пойдет сейчас покушает, у него появятся деньги, там ему займут, он сейчас хорошо пообедает, у него тоже дофамина будет вырабатываться, человек получает определенное удовольствие. Но это удовольствие очень низкого ранга. Удовлетвориться в жизни, вот когда говорим о смысле жизни, вообще бесполезно, эта вещь не работает. А вот когда ты начинаешь заниматься интеллектуальной деятельностью, самое великое удовольствие, это вот как раз философский пафос, тогда, когда ты начинаешь ухватывать истину, когда ты вдруг начинаешь что-то понимать. А философы вот так говорили о том, что вот если ты вначале что-то открываешь и понимаешь в самом себе, в своей душе, вот после этого у тебя открываются какие-то, перед тобой открываются какие-то далекие миры, звезды. Ну это вот знаменитое высказывание Сократа. Я вот про это хотел как раз сказать. Я вот 25 лет преподавал в АГАТУ, СВФУ, еще немножко в других вузах и так далее. Я вот всегда студентам пытался вот эту проблематику осветить, потому что они сидят, им скучно. Может быть они не ту специальность выбрали, они страдают. А как сделать так, вот проблема такая была, чтобы вам, вы от своего обучения удовольствие получали. Дофамины, чтобы у вас мозгу вырабатывались. Как сделать? Вот надо попытаться, никто вас не научит, кроме вас самих, сделать так, чтобы вы почувствовали удовольствие вначале от обучения, а потом вдруг от понимания того, чему вы обучились. Вот я получил диплом, такой радостный, с красным дипломом, в 1994 году шел по улице и вдруг встретил одного ученого, кстати, с институтом мерзлотоведения. И я ему говорю, вот я получил диплом, теперь я все знаю. Он рассмеялся и говорит, теперь ты начнешь понимать то, что ты как раз изучил. То есть понимание будет приходить с годами. Вот когда вы попадете на стезю научного работника, чем это хорошо? Вы всю жизнь будете учиться, всю жизнь до конца. И это, кстати, один из способов не постареть быстро. Потому что старение происходит тогда, когда вначале отключаются мозги, когда вы перестаете креативить, когда вы перестаете что-то изобретать, какие-то проблемы решать. Наука – это всегда способность решить какую-то проблему. Кстати, у наших предков никаких проблем не было. Вы знаете об этом? Наши предки, это буквально 200-300 лет назад, якута любого возьми, у него проблемы, спросите, есть? В мировоззренческом плане проблемы. Конечно, там можно было поголодать, можно было что-то нехорошее испытывать от окружающей жизни. А по большому счету, у них никаких мировоззренческих проблем не было. Поэтому им наука не нужна была. Они все знали и все понимали. Любое явление, которое произойдет в вашей жизни, им было понятно. Ну, вы сами знаете, если было непонятно, они зовут шамана, экстрасенса МЧИТа, который может все так по полочкам разложить, вылечить и так далее, все это сделать. А сейчас какая-то мутация произошла, мы ничего не понимаем. А для этого служит, для решения этих проблем как раз и служит наша наука. Науку еще можно сравнить с поэзией. Вот одного отечественного философа, Мираба Константиновича Мамардашвили, спросили, что такое по-вашему, по-философски, что такое поэзия? И он сказал, поэзия – это чувство собственного существования. Но она такие огромные возможности предоставляет человеку действительно почувствовать себя живым. Наука тоже предоставляет. Поэтому, если вы будете заниматься наукой, можно тоже дать такое определение, что наука тоже может превратить ваше существование в полноценное. Это очень эффективный инструмент почувствовать себя деятельным, почувствовать себя таким, который в жизни что-то воплощает. Но это наука еще развития, я вот про это тоже уже вперед забежал и сказал. И самое главное, я вот когда завершить хочу, я вот хочу еще сказать одно. Вот посмотрите, вот там через окно есть вот здание, это называется Институт космофизики, а правее – Институт физико-технических проблем Севера. И вот там был один директор, его звали Евгений Бережко, и вот он уже умер. Он, кстати, был академиком нашей академии. И вот я брал интервью у нынешнего директора Сергея Стародубцева. И вот он сказал, что часто Евгений Бережко повторял фразу «Отпуск – это не повод не ходить на работу», сказал ученый настоящий. «Отпуск – это не повод не ходить на работу». А почему? А потому что вот я хочу сказать, что природа научного знания такова, что человек получает огромное удовольствие. Даже в отпуске, когда занимается этой научной деятельностью. И я заканчиваю выступление, вот хочу сказать, заострив внимание на деятельности нашей академии. Вот у вашего поколения появилась такая очень выигрышная научная позиция. Вы можете заниматься активно региональными проблемами. Раньше в советское время у нас была большая наука, академическая академия наук Советского Союза. И часто вот в этих огромных проектах, страшно дорогих проектах, мегапроектах, как сейчас говорят, терялось значение человека. Вот вы прекрасно знаете, огромные стройки были, огромные проекты были. Вот, например, знаете, в Вилюйской группе улусов в 80-70-е годы геологические исследования производили с помощью ядерных подземных взрывов. После этого экология там ухудшилась. Или вот та же самая алмазодобывающая промышленность, поначалу они все отходы сливали в реку Вилюй. И многие велючане, скажем так, которые на берегу Лены жили, в 80-х годах погибли от рака, онкологических заболеваний. Дети очень больные рождались, потом это все перестали делать. Вот как раз наши ученые недавно, буквально пару лет назад, завершили экологические исследования Вилюйской группы улусов. И очень хорошие, интересные данные получили, что экология как раз улучшается после того, как ученые забили тревогу. Поэтому сейчас вот вы смотрите на село свое и говорите, я не хочу жить в деревне. Ну, потому что очень низкий социальный уровень, там чего-то не хватает. Вот это все региональные проблемы как раз в ваших руках. И вот наша академия направлена на то, чтобы сделать жизнь северян и якутян лучше. Чтобы мы жили богатее, чтобы мы жили комфортнее и так далее. Поэтому вот вся деятельность нашей академии наук республики Саха-Якутия посвящена вот этой региональной научной тематике. Спасибо за внимание. Ребята, мы на этом завершаем наш семинар «Ученый как карьера». Я вас приглашаю на общее фотографирование. Я-Ученые акуанские литин закрыты. Здесь нетá наш семинар. at&т для Podcast Бх �